привет друзья откручиваем заглушку вот она уже закипела и 50 лет стоит на краске невозможно я пробовал открутить невозможно открутить первое дело нам надо здесь зачистить все от краски и потом газ у меня закончился баллон попробую для труб очистителем для труб разведу водой и при помощи паровончиком промочу все и откручу обязательно одевайте рукавицы и очки когда разведете потому что сами понимаете она разведает все и все здесь застелите чтоб не капала никуда там тряпками чем угодно клеенкой насыпаю на глаз крот я уже делал вот если надо еще досыпем и заливаем чуть-чуть воды и идем пока она ставится защищаем и сливаем чуть-чуть воду нам надо слить воду вот слышно как она шумит правда я горячей водой залил не посмотрел надо было прохладной ну ладно и зачищаем вот эту часть чтобы у нас зашло все и шприцом поролоном все пробуем где возможно достать все это зачищаем чем лучше вы зачистите тем лучше она зайдет она мне уже капать надо и плюс я хочу переделывать отопление в общем давно мне хотел эту заглушку надо было открутить я ее всегда боялся страшновато тут еще левосторонняя или правосторонняя резьба не знаю чтоб ее не сорвать все таки время уже 50 лет на магнит попробовал она железная так все зачищаем идем сливаем воду немного горячей не заливайте бы слышали как шумело заливайте тепленькой так сливу воду теперь пробовала боюсь вот там не жалчина уже было потому что прокапывала чтобы не пришлось покупать и брать на газ горелку ну что пробуем не знаю воды наверное многовато ляпнула и теперь промачиваем все вы поняли все просто такое рукавички отдел и поролоном я пробовал он поролон почему-то не разъедает окраску я разбирал уже делал но правда не такая толстая труба не в такой месте она хорошо разъела я открутил спокойно теперь пробуем шприцом набирать набирать и прокапал шприцом потому что у меня здесь подоконник мешает вот не очень удобно главное он закрыли капли он капают сюда понемногу понемногу добавляем и минут 20 ждем отключаемся пока ждем лишние капли сразу поролоном стирайте чтобы они меньше капали падла такое разъедает оно конечно хорошо может придется два-три раза застег время 1607 сейчас добавлю крота немножечко погуще сделаю раствор вот так вот где-то я первый раз бросил и второй раз понемногу но сильно конечно густой получился и пускай буду подмазывать все разъела вот уже видно краска 5-10 минут прошел вот она до травы все уже разъедает краску вот здесь я мазнул вот она уже разъела это 3-4 минуты прошло воды примерно литров 20 слив может еще чуть-чуть надо до отсюда не полностью а до отсюда чтоб у меня не было ну короче чтоб не потекла вода пока ждем поставить примерно вот такую конструкцию я хочу с трубой труба буду пробивать вот в эту стену сюда влево получается от меня и пойдет туда труба отопления здесь батарея будет опускаться вниз самое страшное что вот когда у меня было чугунная на батарее где прошло видео показывал пробка у меня постоянно было вызывал специалистов с кучи пока сам не разобрался и сделал и вот она у меня сорвалась чугуна здесь попробовала вроде металлическая не должна сорваться чугунный оказывается легко ломается крутился всей дури она левосторонний левосторонний я не знал и сломал ее именно сама вот эта вот резьба осталась пришлось но она правда легко выкрутилась повезло мне так что знаете крутите потихоньку если не знаете в какую сторону резьба у меня по идее должно в эту сторону откручиваться капну еще свежего растворчика чуть-чуточку давайте попробуем порогунчиком чтоб меньше капель было краску разъезд сразу и вся краска уже разъелась видно и ржавчина и краску разъедает отлично процесс идет вот я тверточкой пошел пробуем так вот ну вроде бы разведает уже уменьшается вот так медленно конечно площадь большая вот видно пакля буду понемножечку докапывать шприц еще настроить чтобы видно было капли протереть снизу чтобы она не капала вниз меньше ну что мы разъесть не жалко так ну вот разъело уже вот видно шприцом пакли видно вытаскивается хорошо разъело тут еще зажато тут еще капнуло можно крутить в инструкции написано чтобы прочистить трубу это для сливных труб кухня ванна тому подобие санузлы 15-30 минут минимум так что нам надо уже 25 минут прошло вода с температурой не больше 40 градусов того она зашипела не больше 40 градусов промывать в общем надо заливать не больше 40 градусов а я не попробовал чайник горячковато было так что вы поняли не больше 40 градусов вот такой способ ну чё пробуем 27 минут нет значит принес тазик на всякий случай потом покажу как проверить сколько сливать воды устраиваем ключ пробуем понемножечку срывать шевелится но плохо пробуем еще раз окажется мне нормально в правую сторону я тяну в левостороннюю прошу трубу вот так мы при помощи фух пошло все слава тебе разъела капитально все паклила вот она вот что с паклей вот такая как как каша закручиваем спокойно фух слава тебе как бы сама больше я переживал что не смогу открутить сорвется все руками не затравлюсь протираем все так вот остатки я убираю почему такой хороший способ вот но это не всегда получается приходится горелкой но это у меня газа не было то и тут полить не охота было в общем получилось все отлично вот эти вообще тупиковые трубы это так особенно если низ это значит всегда пробку искать в ней надо частенько так 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 потому что резьба такая длинная сам отдельно а теперь ух ты обратно ставим обратно еще не долила получается еще надо слить ну хорошо что тряпка все в тряпку впиталась чуть-чуть не угадал я с водой так ну есть дело капнуло не сильно много как мы видим чуть-чуть капнуло это ерунда тряпкой вытрется пойдем сливать вот такая вот у нас зараза я вам покажу где кто новый зрители не видел видео покажу где пробки собираются здесь может быть конечно аналогично вот такая же труба вот это я как раз сюда я буду вторую трубу вести с той батареи здесь я ставил потому что здесь тоже бывала пробка воздушная почему потому что заглушка была поставил все нормально это я вам говорю из опыта прошедшего из жизни потому что вот это проблемная это самая верхняя батарея самая высшая точка именно батареи двухстороннее отопление вот это одна труба и вот она идет то что мы только что откручивали и туда я опущу вторую трубу чтобы сделать нормально одностороннее отопление я все давно хотел и вот здесь мы я вызывал специалистов наверное два года подряд мы мерзли а потом я уже сам додумывался ни один специалист не додумался просто уже от винтель открутить ставишь тазик откручиваешь его и сразу приготовлю шпаклю и сразу же закручиваешь слилась вся гадость и все и пробка ушла за свою жизнь я три раза где-то сливал также и такие вот места где я только что откручивал но здесь никогда не было в это я поставил пока не нашел причину в той верхней точке батареи я делал кран спускал тут ничего не получалось вот я думал короче а потом пришло у меня откровение как говорится и я открутил логически подумал и открутил вот эту вот пробку спустил всю грязь и все пошло ну получается видать по низу все забилось и все не было циркуляции воды ну а излишки вот крота мы сразу сейчас выльем в умывальник и прочистим его да и все на этом все друзья всем пока всем удачи в отопительном сезоне теперь вы знаете самый быстрый способ очиститель для труб именно для сливных труб покупайте самый дешевый и делайте не переживайте вот получилось у меня все хорошо всем пока пока все хорошего дня всем и второй способ горелка если уже не выкручиваться не всегда можешь и тем и тем способом воспользоваться видео есть на моем канале как откручивать горелкой тоже очень хороший способ главное правильно греть 1-2 раза и крутить пробовать все всем пока не забывайте оставлять лайки и комментарии кому помогу это видео спасибо за просмотр